Девушки отдыхают Второй жрец преисподней сейчас в северном полушарии земли Я уже настраиваю портал Некоторые зоны закрыты, чтобы снизить нагрузку на генераторы Вы получите к ним доступ, как только восстановите энергоснабжение Хорошо, как скажешь Как решительно он сказал о том, что он обнаружил жреца Хе-хе-хе Всем привет, меня зовут Артур И мы продолжаем страдать в дом Я бы хотел сразу перед вами извиниться за то, что следующая миссия, которую мы с вами будем проходить К сожалению, для меня уже не является секретом Все потому, что я своими кривыми руками взял, запорол всю запись Вот, и теперь приходится все это дело перепроходить заново Ну, как бы ничего страшного Здоровее будем, скажем так Потому что мне там дали просраться, мягко говоря И... И по итогу я там потерял довольно много жизней Где-то штук пять точно потерял Вот Если мы сейчас будем перепроходить, мы, конечно, сохраним какую-то часть жизни Но, скажем так, вы были правы насчет того, что Дальше будет жуще Ну, имеется в виду, что там есть какие-то определенные уровни Которые будут просто высасывать эти жизни Короче, я даже не знаю, как мы с вами будем в дальнейшем справляться Потому что, по большей степени, я умер из-за незнания того, что нас ожидает Так, криограната, давай сюда Ага Теперь ваша пусковая установка может метать ледяные бомбы При попадании они поражают врагов замораживающим газом Имейте в виду, переключаться между гранатами и ледяными бомбами придется вручную Да, я знаю Кстати говоря, надо будет кое-что сделать, чтобы было переключаться не так проблематично, как сейчас Потому что на кнопку G это довольно сложно делать, мне не нравится Поменяем это на колесико, будет немножко удобнее Но пока так Сейчас сделаем небольшой экскурс Позволь твердыни роком Потому что нам наконец-то дали по ней полазать А она оказалась довольно гигантской Это, это, это оказывается еще одна локация со своей целой кучей секретов Более того, тут есть еще какой-то такой интересный островок На который я даже не знаю, можно будет попасть или нельзя Будет черт его знать Кстати, пока мы далеко не убежали Давай сделаем вот так еще Пока я не забыл Это важный для меня Афгрейд, потому что я довольно часто использую прицел Если он будет быстрее перезаряжаться, это будет очень хорошо Короче, у нашей твердыни оказывается есть своего рода тюрьма, где мы можем тренироваться Это очень хорошо Это очень хорошо, потому что есть такие враги Которые меня, честно говоря, очень сильно Вымораживают Я был бы Очень не против Очень не против был бы с ними повоевать Чтобы узнать, как мне с ними Какую мне с ними лучше стратегию вести Боже, хоть это все уже и было, но это никогда не надоест Но я вам честно скажу, я не знаю, как мы с вами будем продолжать дальше Жить, если у нас на третьем уровне уже так разрывать начинают Потихонечку Дальше будет жестче, я уверен в этом И по итогу нам, скорее всего, придется переигрывать С трекаминелый череп Нам по итогу придется переигрывать игру, наверное, очень много раз Пока что, пока что играем, как играем Но имеется в виду, что у нас пока есть еще дополнительный параллельный сейф Который я веду для того, чтобы в этом просто случае Если мы с вами просрём все Все жизни Но я даже не знаю Ладно, пока что Пока что интересно, там посмотрим, как оно получится или не получится Так, идемте, я пока что вам покажу вот такую вот комнатку интересную По сути, это просто капитанский мостик Капитанский мостик, который сделан в виде эдакой гиковской комнаты Короче, которая селезнована полностью поддумана Больше всего меня интересует вот это вот Вы только посмотрите на этих трех красоток Если бы хотя бы одна из них была у меня в руках Я бы ее никто в жизни не отпускал Да я вам серьезно говорю Так, Твердыня Рока Космическая станция Стражей, служившая им операционной базой и штабом Согласно результатам ESR-датирования Она была построена при Короле Данаке Об этом же свидетельствует и спектральный анализ излучения Испускаемого разряженными бутерями Стражей Основными источниками питания для подсистем Каменная и металлическая конструкция Вне всякого сомнения проектировала Аргента Но дизайн под систем твердыни Навигационный компьютер, центрифуга для искусственной гравитации Аппаратура жизнебеспечения Типичны для техники творцов Что указывает на сотрудничество двух народов в процессе разработки Примечательно, что на станции отсутствует двигатель За ненадобностью Твердыня скажет пространство с помощью неизвестной технологии Расходующей энергию Стражей Судя по всему Творцы не строили огромную твердыню для себя Ее пропорции соответствовали анатомии Аргента Это позволяет предположить, что станция служила ночным Стражем-флагманом Сохранились свидетельства о том Что ночные Стражи посещали множество обитаемых планет В своем секторе галактики Об этом Об истинных размерах империи остается только догадываться Вероятнее всего твердыня лишь уцелевшая Осколок некогда великой флотилии То есть получается, что Что вся эта твердыня Это либо действительно какой-то По сути обломок от гигантского флота Либо черт его знает Я не знаю Я все еще предполагаю, что это может быть просто Вырванным из планеты куском Башни Так, ну хорошо На самом деле здесь на базе очень много Не то что секретов Здесь очень много просто Закрытых дверей Вот допустим, как здесь, смотрите Кстати, нам, по-моему, сюда и надо Да Кстати, развоплотитель Развоплотитель собственной персоны Который открывается как раз за те самые шесть небесных ключей Страшно предположить, что это за оружие Потому что оно уже выглядит просто, я не знаю Просто, просто шикарно Так, подожди Вот такие двери здесь есть на базе Они как раз открываются за вот эти вот Скажем так, ячейки энергии Которые мы будем добывать, я так понимаю, на уровне Так, очки претерианца Они нужны для того, чтобы прокачать претерианскую броню потихоньку Да У нас здесь есть Несколько основных навыков Которые я бы хотел прокачать сразу с самого начала Но Самое самое самое, с чего надо будет начинать Это с основных функций Ускорение на уступах и перекладинах То есть мы будем быстрее Быстрее подтягиваться Быстрее подтягиваться Потом, допустим, возьмем вот это Это будет Будем быстрее менять оружие, модификации На них, короче говоря Это важные навыки Которые нам нужны будут с самого начала, я думаю Остальное будем уже разбираться по ходу дела Что нам будет важнее Так, ну в принципе, это все Здесь вся база забита такими Местами Которые надо будет открывать Только за счет как раз этих Ячейк энергии Поэтому, в принципе, ее пока что облазовать смысла не имеет По большей степени Это база, это, по сути, хаб Который мы будем с вами сохранять Вот в таких вот местах В таких вот, короче говоря Холстах будем сохранять Найденные Найденные всякие штуки По ходу дела Ну, как вот это вот, например Скажем так, отголоски из прошлого Потому что если я запущу вот эту вот мелодию Звучать оно будет вот так Так, ну хорошо Помимо прочего И вот в этих башнях, по-моему, еще можно найти броню другого вида Ладно Давай отправляться дальше Кстати говоря Говорит комитет Внимание всему персоналу Выжившим, действующим в адских зонах Были обнаружены новые признаки присутствия Палача Рока Управление комитета Не рекомендует пытаться общаться с Палачом напрямую Просим вас пока избегать любых контактов с ним Хоть нам и очевидно Что Палач, враг альтернативно живых До сих пор не ясно Опасен ли он для людей Ну, учитывая, что Палач Рока вроде бы как и сам человек Энерген, как вы мне сказали То, скорее всего, нет Так, тем временем наша броня Начинает обрастать потихоньку всякими модификациями Так, мы снова на земле Испытания Оказывается, они здесь все-таки есть Я думал, что их здесь не будет почему-то Так, нам нужно собрать один кристалл стражей Убить четырех демонов из заргателя пламени Но на самом деле не убить, а просто поджечь И уничтожить турель Арахнатрона За выполнение этих трех Испытания мы сразу себе откроем Одну ячейку стражей Батарею точнее Мне удалось на этой миссии пока что найти только четыре Четыре такие батареи Но я миссию до конца не прошел, чтобы вы понимали То есть я увидел, что все у меня пошло через раку Чуть-чуть раньше, слава богу Так, сектанты под предводительством загадочного жреца Присподней Деага Ранака Базируются в исследовательском комплексе Спрятанном в глубине арктической тундры Смотритель Ранак имеет над ним абсолютную власть Посев смуту в их умах Он сыграл ключевую роль в восстании сектантов Прежде чем отправиться на землю во главе адского вторжения Ранак какое-то время работал на Марсе вместе с Оливией Пирс Интересно знать А сам Хайден знал о том, с кем вообще работает Оливия? Знал ли он Ранакова от этого? Лично По информации из секретного досье ОАК Ранак уроженец Аргент-де-Нур Прежде чем он Прежде он состоял в ордене Деага Иными словами был священнослужителем народа Аргента Теперь Ранак служит силам зла Вытверждает, что он лично знаком с палачом Рока Сектанты под его началом эффективны по споре силам вторжения Вот что значит все-таки знаком лично В моем понимании это как минимум, что мы с ним, не знаю Встречались с глазу на глаз Может быть даже за руку здоровались Я не знаю, где мы с ним могли видеться На Марсе мы были в думе 16-го года И там мы уже всех подряд уничтожали Если бы мы увидели Ранак, мы бы скорее всего его уже тогда бы Размазали бы пол, нет? Так, база сектантов построена на руинах древнего города Аргента И ее готическая архитектура Своего рода дань историческому прошлому Однако архаичный фасад не должен вводить в заблуждение За ним скрывается научно-исследовательский комплекс Оборудованный по последней мысловой технике Судя по записям, найденным среди руин Орден Дага обнаружил землю много тысяч лет назад В те времена она была домом для грозных доисторических существ Которых Аргента называли Агадунами За сходство с Агадионом Колоссальным чудовищем из мифов Аргент-де-Нур То есть получается, что... Так, это испытание, ясно Получается, что Аргента Настолько древняя цивилизация, что она Встретилась здесь, на нашей планете Даже динозавров, короче говоря, встретила в свое время Зараза Как вы посмели до меня дотронуться? Ех Ага Может, кстати, знаете, когда... Когда удалось познакомиться с Ранаком Может быть, удалось познакомиться с ним В совсем стареньких зумах Пусть если предположить, что... Если предположить, что вы меня не обманываете и... Нет, тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно Если предположить, что вы меня не обманываете И... И Палач Рока действительно... Действительно является человеком То тогда я могу предположить, что мы могли с ним познакомиться Тогда, когда еще были морпехом Если связать вот этот... Вот эти события Дума Связать с тем, что было раньше Помните? Дум вообще начинался с того, что мы играли просто за морпеха Обычного Кстати, обратите внимание Это такая жуть Я очень надеюсь, что это скелет Просто вот этого вот малыша Который здесь ходил Умер, упал, сгнил И все на этом Очень надеюсь, что тут нету подводных демонов Но его в баню Это будет уже слишком И да Здесь есть вот такой вот секретик Я думаю, что немногие узнали эту рыбу Потому что Это нужно, скажем так, прослеживать историю с этой рыбой Еще с доисторических времен Короче говоря, когда ее в первый раз Впервые сделали И показали в игре Я не помню, кем она должна была быть Впервые, когда ее пока сделали То ли буст, то ли чертова знает То ли просто какая-то рыба, которая должна была мешать Ну, короче, не помню, где ее даже сделали впервые Но в итоге она потом Стала символом И ее начали показывать А, точнее, ее начали не показывать Ее начали впихивать, как маскот Как маскот в другие игрушки, короче говоря Как пасхалка, правильнее даже сказать Здравствуй, палач Ты думаешь, мне конец? Посмотрим, выйдешь ли ты живым Из этой проклятой цитадели А, эта тварь даже с огнемета умеет стрелять Ты смотри какой А ты, дорогой мой Ранок Нас недооцениваешь Мы в любом случае выберемся отсюда Точнее, как тебе сказать Мы не то, что выберемся, мы наоборот Альтернативно живому персоналу принять к сведению В углу базы залезем как можно глубже Альтернативно живой персонал Я бы их назвал не альтернативно живыми А потенциально мертвыми Надо было его, наверное, разрезать Хотя у нас по патрону вроде бы ничего так Так, а теперь готовьтесь Сейчас будет долгожданная встреча со старыми приятелями Манкубус, демон-боитель Ему нужно отстреливать его Ага Его огнеметы Но он, в принципе, все равно будет стрелять по итогу И тоже больно, поэтому надо Надо учесть, что все равно будет больно, блин Так, мне это не понравилось С ним нужно было разобраться просто быстро А мы с Супли сживали Ладно, моя вина, согласен Подухни Иногда я не понимаю, почему у меня так плохо работает Вот эта способность, на которую я так рассчитываю Жри свое сердце, подонок Так, ну вроде бы все Мне просто показалось, что кто-то еще там хотел Свинца под сраку Не понимаю, почему наша способность Замедления времени в полете иногда так плохо работает Класс Проверил Так, давай-ка мы сразу Вкачаем то, что взяли Вот эта медаль, она дала нам сразу Два Житона почему-то Сразу Вкачаем себе Скорее смены оружия Эймодификации Я не то, чтобы на самом деле Сильно далеко здесь прошел Когда про... Проходил Хотя Относительно Относительно Мне кажется, что с того места, до которого я дошел Там еще Там еще Идти и идти до конца До конца главы Ну, по крайней мере, я надеюсь на это Что я не сильно много всрал Так плохо Вот то, о чем я и говорил Здесь Серьезно Сзади усы дерут Здесь просто появились Такие враги, которые Которые по факту являются обычными Имеются в виду обычными зомби Но при этом Им дали в руки огнеметы Огнеметы Просто винтовки И начинаются проблемы То есть просто так с ними Тут уже Не потанцуешь, черт возьми Слушай, а я могу, может быть, здесь? Да, могу Здесь просто два пути у нас было Либо я просто тут прохожу Либо здесь перепрыгиваю А здесь настоящая какая-то Я даже не знаю Фарш-машина Там, кстати говоря, вроде бы как есть Есть кое-что для нас Сейчас попытаемся это быстро забрать Так, чтобы не Самим фарш по итогу не превратиться Хватай Ай, зараза Могли бы на самом деле Что-то более весомое туда положить Что-то брони буквально на два На два укуса Угу Нет Так, получилось не совсем так, как я хотел Я думал, что получится его Я думал, что получится его разрезать Семи пилами к чертям собачьим Да, зараза А, ты последний остался Сил? Там кто-то еще на стекло залез, по-моему Ну, кто-то неудачно залез на стекло По-моему, по итогу Так, ну хорошо, пока живем Пока вроде бы все относительно неплохо идет Но это пока Так, стоп, куда я пошел? Так, с помощью плазменного ружья Можно быстро уничтожать энергетические щиты врагов Которые после этого получают дополнительный урон от взрыва То есть эти щиты По факту Они являются просто поглотителем Нашей энергетической пушки Они поглощают Они перегреваются И они взрываются Соответственно, лучше Близко лучше не находиться Когда она взрывается Угу Блин, как же плохо, конечно, что У меня все просралось Первое впечатление, скажем так От этой локации Потому что она реально Меня очень сильно удивила Северно, когда появился Скажем так Новый враг Ха-ха-ха Так, это у нас, похоже, будет все-таки Да, это же у нас идет проход Да, это у нас проход На сектантскую базу Мгм Может быть, может быть, может быть, я эти гранаты уничтожил здесь на самом деле Потому что У нас здесь будет стычка по итогу Но просто Когда у нас здесь будет задница Я не очень хотел бы, чтобы эта задница Обрастала Обрастала гранатами Тут и без того дерьма хватает Эда, иди к папочке Любимый большой калибр Ха-ха-ха Так, ясно? На этот большой калибр надо будет Надо будет потом поставить самонаводяжки Ах ты, мразь Вы обратили... Ай, их тут два Тю Та пошла ты в сраку, тварь Ах, какая жалость Ха-ха, могло бы быть так красиво Умри! Я тебя на патроны расчленю Так, а того мы все-таки взорвали Который тут был еще один, да или нет? Похоже на то Нужно будет потом для этой штуки Прокачать все-таки самонаводяжку Это во-первых Только знаете, что нам может пригодиться? Надо использовать колесо выбора оружия Потому что это колесо, оно... Это колесо, оно позволяет нам Немножко замедлить время Можно будет успеть подумать Чем и кого... И кого и как убить Так, враги дольше пребывают в оглушенном состоянии Либо мы выполняем зверские убийства Больше, либо зверское убийство Можно совершить с гораздо большего растения Остальное меня особо, честно говоря, не интересует Давай возьмем вот это Вот, пускай они дольше пребывают в оглушенном состоянии Потому что в этом случае, если мы оглушим Если мы оглушим большую часть врагов То у нас просто будет шанс У нас будет шанс С ними что-то сделать, успеть, короче говоря Да и в принципе, если будет Много врагов будет стоять в стане, то Я тебя помню, тварь Самая конченная тварь на свете Я вам честно скажу И, к сожалению, да Я о ней уже помню Ох, их там еще и несколько Собственно, чтобы вы понимали Именно из-за этой твари Я больше всего здесь Здоровье своего здоровья И нервов и оставил Угу И вот именно с ними И нужно будет потренироваться Себя правильно вести Куда убежал Говнюк Ну, пока неплохо На самом деле, до этого момента Я уже несколько жизней тогда просрал Одну там, одну там Сейчас хотя бы не там, не там Не просрали, но просто Эффект первого впечатления К сожалению, утерян Это самое хреновое Давай сразу Вмем самонаведение Я думаю, что это может нам Серьезно пригодиться Так, тихо Он, кстати говоря, стреляет Ух ты Он стреляет со своего рода Сдробовика Если он этой херней стрельнет Надо было его резать, наверное Если он этой херней стрельнет Вблизи Мало не покажется А ну, подожди Дай-ка я посмотрю Ага Мы уже где-то получили Один жетон протарианской брони Ясно Мы уже где-то получили Сейчас еще это даст один Просто мне почему-то показалось Что эта монетка Как в этот момент Давала нам аж два Жетона Но, видимо, мы где-то до этого заработали А я не обратил внимания Но я хочу четыре Я хочу сперва основные функции прокачать А все остальное уже будет потом Основные функции для нас пока что выглядят Важнее всего Угу Братья и сестры Зверь приближается ко мне Но он слав Пусть ваша ненависть не уступает его решимости Лишь тогда вы будете спасены Ну, я тебе скажу Мотивация у тебя нормальная Как у лидера Защитите меня Он слаб Он ничего с вами не сделает Ага Ага Концентрируемся на одном из офицеров А только потом О нет О нет Боже, как же я ненавижу эту тварь Вы себе не представляете даже Какого черта ты встал там как Истукан Ты меня убивать будешь, нет? Скучно же будет Ой, господи Так, тихо, аккуратно Да, есть такой интересный момент Что пока они не Что пока они не приземлятся То не будет считаться Что я отломал им Конечность Тихо, 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 родной Опусти свои ноги Пока я к тебе не от Взад не затолкал Так, ты меня нервируешь, засранец Давай Это должно его усмирить Ага Господи, как меня вымораживают Гребаные ревенанты Так, ну по-моему он последний там остался Встретимся в аду, падаль Ну здесь я и в прошлый раз жизни не оставил Было бы для меня позорно оставить и сейчас Здесь довольно большое пространство для маневров И при этом у них У них проблема меня здесь поймать Потому что слишком много пространства То есть я по ним попадаю Они по мне не попадают Короче, тактика будет у нас примерно такая Мы просто Берем за цель одного Одного этого, как он называется, офицера И просто гасим его до тех пор Пока он не спустит последний свой дух Вот и все, кстати Мы ничего не пропустили Ну, вроде как нет Вроде бы, да? Ага Мы уже потихоньку приближаемся к тому месту, где я Где я, в общем-то, и остановился Я... ага Интересно, сколько жизней вообще надо, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно По итогу Потому что мне кажется, что будет какой-то такой момент Когда эти все жизни Все 17 штук просто так И все И нету их Ваше спасение заключено в его гибели Миф о великой силе палача теперь развеет Вы же видите, братья? Он потерял всякую волю к борьбе Сожрите его душу Я должен выжить Защитите меня в час нужды И обретете законное место в новом мире Конечно Кто в эту срань... А, это еще секрет был? Это я должен был сжалиться Типа, игра предполагала, что я сжалюсь над ними, да? Не-не-не Я просто этого секрета даже в тот раз не нашел Я сжалился над ними в тот раз Но не в этот раз Не Не за что Так, почему мне кажется, что если я сюда Запрыгну, то Ничего не будет Ладно, хорошо Хорошо Надо научиться Нормально использовать нашу Наши вот эти все Огнеметы, гранаты и прочее Потому что это очень Это очень жизненно важно Рядом ваш супер-дробовик Реликт из прошлого Жрецы постарались спрятать его от вас здесь О, господи, блин, я забыл о вас Но это место я запомнил хорошо Я здесь умер всего один раз Но по итогу Вот оно Я здесь умер всего один раз Но это было Очень Зубодробительно Я вам честно скажу Потому что это Это, блин, помещение Пять на пять Ну поехали Ладно Давай Да начнется жатва Помещение Пять на пять Так, битки Это враги, которые будут просто Вот так взрываться А, банан Так, подожди Это же со щитами, которые Ну да О, кстати А из него же действительно Из него же будет гореть Так, это была нага Проблемы? Да перезаряжайся ты Нет Что происходит? Твою мать Все, минус жизнь есть Но и минус мангобус есть Слово про сырация подаха Именно точно так же Именно из-за вот этих огненных стен Они мне просто жопу подшмалили И на этом все кончилось В целом Не могу сказать Что это какое-то дикое место В итоге оказалось Когда второй раз на него смотришь Вроде как уже не так Чтобы жестко, да? Можно было жизнь и не терять Ну блин А на какой хер мы их накапливаем Тогда мы их накапливаем Как раз, чтобы терять Как раз именно для этого Угу То, как мы будем добывать дробовик Это вообще нечто Я был дико удивлен Ага Давай, открывай Ну вот, кстати говоря Где-то вот примерно на этом месте Я в прошлый раз остановил Ну не на этом месте А на моменте добычи самого дробовика Ну и все Так, ну хорошо Давай подумаем Мне очень нравится магнит для припасов И наверное стоило бы Либо больше взять самих припасов Либо может быть начать с большей брони Давай возьмем припасов Давно пора увеличить объем Потому что меня это уже очень давно Кумарит Угу О, кстати Мы выполнили испытание Получается, да, все? Да И получились Этот Батареи Стража Великолепно Так, это что такое у нас Это фиолетовое испытание Да, у нас есть фиолетовое И есть еще где-то сиреневое Да, вот оно Несколько фиолетовых Одно сиреневое Вот здесь вот я где-то остановился Как раз Нет, подожди Вот здесь вот Ну да Как только взял дробовик Дальше я уже не бегал Так, ну давай Я не помню, что это за испытание Дальше я уже не бегал Я его еще и провалил Серьезно Слишком долго Грудь мял Так, погоди Давай вылечимся, наверное, лучше для начала Ага Так, ну и по крайней мере Теперь мы готовы к этой стычке Давай еще раз Главное еще раз жизнь здесь не оставить Как раз начинаются те самые моменты Когда жизнь можно оставить где угодно Давай, режь его Супер Так, надо приучиться менять Оружие на этом Идеально Надо научиться Надо приучиться менять оружие на колесе Потому что это может жизнь спасти Но оно просто замедляет время И немножко Я могу успеть просто подумать немного о том Что же Что же нужно делать Так, погоди Ага Жри конфетку И передай другим Что она была очень вкусная Так, сколько мы уже собрали? Четыре Отлично Можно как раз что-то и вкачать Вот, допустим, ускоренная зарядка бустера Да, или что это Зарядка бустера после звездского убийства Ну, не то, чтобы я сильно парился Из-за нашего этого бустера Может быть стоило бы что-то еще подумать Так, замедляющее противника Раняет взрывы при ранении или убийстве Неплохо Так, быстрая перезарядка После выстрела Демоны душ находятся в состоянии заморозки Тоже очень круто Тоже очень хорошо На самом деле Так, из демонов убитых взрывом Гранаты выпадают Ээээ Убитые гранаты выпадают Кассетные гранаты Ух ты Но они должны быть убиты Именно наши этой гранаты Ну, блин, звучит круто Так, граната Вызывает второй Более обширный взрыв Который не наносит урона Но дизайнитирует демона Неплохо Так, быстрая перезарядка После выстрела Но дайте гранаты покачать Потому что мы пользуемся ими довольно часто Так, а эта штука Это жизнеобеспечение Так, на месте уничтожения бочек Остаются боеприпасы Взрывные бочки Вскоре появляются вновь Нейтрализация урона взрывных бочек Так, ну исследования можно вообще не качать В принципе, оно нам не надо Давай, наверное, еще Понаходим, короче, этих жетонов И начнем с самых крутых Прокачек Они мне нравятся больше Например, позволять стрелять дважды без перезарядки Это жахренительно Подождем, подкачаем Все равно, по сути, никуда не спешим О, господи Я, честно говоря, что все делал чисто на... Чисто наугад Потому что я уже не помню, что здесь такое было Так, я тебя понял? Да умришь ты! А, ты умер Ясно, хорошо тогда Тогда, прости, не знал А, вот это еще один секрет Точно Так, в итоге сколько у нас? У нас 4 батарейки стражи Ну, неплохо Как раз, когда мы сами вернемся на твердыню урока Сможем использовать Сразу несколько дверей Ура, мы выбрались из этого ада Чтобы, естественно, залезть в другой Угу Вот То самое место С помощью которого мы и заберем свой супер дробовик Просто охренеть Теперь вы управляете новым ревенантом Он поможет вам забрать свое имущество Я просто в шоке Вот Интересно знать Сколько же Даже не спрашивайте Интересно знать Сколько в итоге таких Ревенантов Так, подожди А как? Ага Нет, подожди Не так Вот так Сколько таких ревенантов Которых мы поубивали? Сколько мы из них тоже кто-то управляет Интересно знать Но я вам честно скажу Он какой-то просто нереально мощный Этот ревенант Он просто охренеть Какой мощный Видимо все-таки Безмозглых демонов реально использовал Ну вот как Оливия Короче Сделала из них Машины Потихоньку Делала из них машины И вот Считай теперь Ими могут вот так вот пользоваться Да? Я не удивлюсь Если и я Махнотроном Тоже Он же тоже был Сделан По образу подобия Оливии и Пирс Боже, это было очень круто Ну а теперь самое время Вернуть Вернуть эту пушечку Законному владельцу Ну вот да Дальше этого я уже не знаю Что нас ждет Ну что мой друг Ты был Отличной игрушкой Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok